Товарищи, всем привет! Продолжаем завоевывать кроссовочный мир с вами. И знакомимся, ну, освежаем память. New Balance 1500 сделаны в Англии, но куплены в Китае. Поэтому китайская наклейка сверху, а под низом, как обычно, оригинальная, стандартная английская бирка. Коль 1500 нужно показать и 1600, тоже были когда-то на обзоре. Тоже освежим память. Но вот чего не было на обзоре, так это 1700-й версии. Сделана она в Америке. Ну что, давайте вскрывать, немножко отодвинем камеру. Суперская расцветка, на мой взгляд, ничего страшного. Суперская расцветка. Я их уже показал в Телеграме. Многим понравилась эта расцветка. Это такой, типа, летний вариант. Ну, лето, холодное лето. В натуральных материалах. Расцветка прям вообще, ну, шик и блеск, светоотражатели, все дела. Здесь что у нас помимо? Доп. Пара шнурков. Здесь сумочка у нас, так сказать, для хранения просто большущая. Ну, и оригинальный вкладыш, буклет. По-моему, вышли 12 с чем-то. С Джума это была покупка. Очень хороший ценник. В Телеге я сразу же всех оповестил. Кто хотел, тот купил в своем размере. Ну, там, понятное дело, вся эта фигня пайзоновская. Чем меньше остаток по размеру, тем дороже пара начинает стоить. Тысяча, так, 1600-е, вот эти, которые упали. По-моему, они пришли с Кореи. Давненько я их показывал тоже. Да, вот посмотрите. У нас бирки. Вот сколько они стоят. Да, корейские вон или как у них там. Да, по-моему, скорее еще в том году. Это, по-моему, тоже типа такая же версия. Ну, лето, холодное лето. Но, также нужно освежить память. И вот здесь, на что я хотел сделать упор, да. Тут сколько? А, ну, я думаю, вы видите. Также китайская бирка поверх американской. И вот такая расцветка. А вот это уже реальное лето. Не просто там, знаете, холодное лето. А реальное лето, потому что здесь такой текстиль. Сетка, как ее правильно назвать? Ну, фиг его знает. Ну, вот сами видите. Но, очень тонкий подклад изнутри. Как обычно, продето. Вот так вот, да. Made in USA. В синтетике. Стоят они. Кстати, вот про эти я забыл сказать. Они что-то в районе 8 вышли, 1600. А вот эти американские, что-то даже дороже полторы тысячных. По-моему, в районе 13. Но я точно вам напишу. И вот это Made in USA. А есть еще китайские 1700. Я так думаю, а будут ли они мягкие, там, по сравнению с теми, да, американскими. Американскими. И вот мы узнаем. Видим 1700-е. Азиатского производства. Вот в такой расцветке. Что их всех объединяет? То, что у них у всех жесткая подошва. Необычный силуэт. Сами они не распространенные. Ну, 1600-е, 1700-е. 1500-е очень даже распространенные. На вот эти две, 1600-1700, по-моему, даже подделок нет. Если я не ошибаюсь. Ну, давайте сразу же глянем на ногах. Капец. Как они круто выглядят на ногах. Просто вообще. Мне нравится. Они много чего подходят. Вот это US 8.5. Они мне просто идеальны. Но вот настолько идеальны, что даже не чувствую особо их жесткости. Тут, ну, стелька немножко играет роль. Ну, да, они так-то в пятке твердые. Но они вот в этой части шире, чем обычно, да, вот какие-то другие кроссовки. То есть, видите, какой нос? Он чуть ли не такой прямоугольный вот здесь вот. Он действительно такой. Ну, и я чувствую, что нога не сжата. При том, что это обычная D, да, D-шка, размер. Да, обычная D-шка. Я уже подумал, может, они какие-то более широкие. 2E, да нет, такие. И вот они чисто из-за своего внешнего вида заставили меня оставить их себе. Да, я их 100% оставляю. И кто-то думает, ну, ты же мне их продал. Нет, ребятки, у меня было несколько пар такого размера. Кому-то еще тоже повезло. Я отдал прям по себе стоимости. Просто я купил, показал, человек написал, блин, Женя, продай, пожалуйста. Я ему говорю, ну, блин, забирай по себе стоимости и заказал потом еще себе пару. Ну, вот такая вот штука. Дядь, Женя, добрая душа. Ну, что, они хороши. Они хороши, этим все сказано. Да, твердоватые, но тут стелькой можно много чего сыграть. Мне нравится колодка. Она мне не давит, не сжимает вот эту часть. Здесь натуральные материалы пропитывать обязательно. Бодрый внешний вид. Черная такая эффектная промежуточная подошва с сине-белыми вставками. Ну, прям вообще. Ну, тут внешка и... Ну, а это же все-таки классические ретро-кроссовки. Это тут не для спорта. Чисто для ходьбы. Стелькой я могу много чего выровнять здесь. Придать мягкости, там, прыгучести и так далее. Ну, наступаю. Я чувствую, что она твердая. Но, по крайней мере, я привык по ретро-кроссовкам, вот, адидасовским. Я привык, что они все такие, ну, такие твердоватые или с средней твердости какой-то такой. По размеру, то есть, вот, ее с восемь с половиной стандарт. Пятка хороша здесь. И ценник, понимаете, сыграл. Ну, это 12 косарей. Ну, как, 130 долларов за английский. Ну, нормальный ценник, потому что он же по 200, да, там, по 200 евро, по 180 евро. Такие цены на английский полторы тысячи. А здесь и натуральные материалы, и он, и пыльник, и доп-шнурки, и все-все-все. 1600-я версия была надета, и она сразу же кардинально отличается от той. Вот это американская девятка. Да, реальная девятка. То есть, они у меня большеваты как раз, вот, на пол размера. Вот эта часть, вот эта, вот, посмотрите сами сейчас. Видите? Вот здесь вот, то есть, идет, 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 да, нос. А здесь он намного такой, более дуга ярко выраженная. И поэтому, когда я наступаю, я вот как будто наступаю вот на вот это пространство. Оно как будто выпирает. То есть, перекат, перекат сильнее. Это сразу же чувствуется, но тоже довольно-таки неплохо. И вот здесь вот как раз уже сжимает сильнее. То есть, вот, вот. Видите, здесь она вот так вот в ширину идет, а здесь уже заужается. Более так специфично. Хотя вот эта выемка, да, это, кстати, светоотражатель схожий, да, выглядит. Ну, интересно тоже. Кстати, напрашивается вот сюда продеть лучше подальше, чтобы обхват был лучше. Ну, в принципе, ну, они тоже твердоватые. Но здесь стелька помягче. Там из Эва стелька обычная, а здесь Орфолайт. Ну, так же вот я наступаю на пятку и чувствую ту же самую твердость. Ну, здесь поддержка такая. Ну, и там, в принципе, была. По весу они не прям тяжелые, но вот они твердоватые все. Все-все-все твердоватые. А так, в целом, тут уже чисто от материалов, от ценника нужно. Они, конечно, стоили там на 4 тысячи, по-моему, дешевле, чем те. Ну, а так, внешне, если ваш размер, можно и эти попробовать. Главное, чтобы по материалам вам подходило, по расцветке. Ну, и по подсезон. Ну, такие тоже. Но те мне больше понравились. Все-таки материалы решают. Это было нелегко. Не люблю зашнуровывать. Ну, все-таки они не зашнурованные все приходят. Эти вообще по-другому ощущаются в плане носка. То есть, это что-то среднее между теми и теми. Здесь вообще так удобно все сгибается. Прям вот это удобно идти. То есть, я иду сгибать носочные части прям вообще. Они, по-моему, даже полегче. Тут вообще невесомые синтетические материалы. На Америку это не подходит. В Америке вообще видели эти 1700-е NB? Не знаю. По-моему, на eBay заходил. Даже там нет в продаже такого. Что очень-очень странно. Нераспространенная версия. На пятку, опять же, наступаю. Тот же самый камень. Но здесь, ну, стелька такая тоже. Они схожи, ребят. Они схожи. Тут чисто, что нравится вам внешне. Здесь дополнительные прослойки появились. Я, кстати, не одеваю. Не буду показывать вот эти. Почему? Да потому что они такие же твердые. Такие же твердые. Я думал, что эта версия будет более мягкая. Возможно, там что-то, может, стелька другая как-то там сделана. Но сейчас мы дальше посмотрим. Я ждал, что все-таки эти будут какие-то там с мягкой промежуточной подушкой. А нифига, они такие же твердые. Но в них удобно ходить тоже. Но если так, ну, по удобству. Очень-очень специфично. То есть они вот как бы конкурируют с друг с другом. И последнее место я бы 1600 отдал. В принципе, ценник закономерный. Нигде не заваливается там стопа. То есть в этом плане все окей. Это реально летняя версия. Большой палец не давит. US8.5. Реальный US8.5. Все подусилено. Но нет натурпродукта. Ну, может быть, оно и к лучшему. Все-таки, не знаю. Не все же с натуральными материалами. Смотрятся они прикольно. На мой взгляд. Глянем по весу. US8.5. 383 грамма. Ну, такой неплохой вес. Все-таки натуральный материал. И весомая промежуточная подошва. Твердая. US9. Поменьше чуток. 377 грамм. Но здесь у нас уже синтетика. US8.5. 1700. Еще меньше. 359 грамм. Но здесь верх вообще прям невесомый. А вот азиатские. 1700. И уже смотрите, какой вес. Ну, тут американская девятка. Натуральный материал. И чуть более весомый такой текстиль. И уже 427 грамм. Сравнил 1700 с 1500 по стельке. И что могу сказать? Ну, может быть. Ну, плюс-минус. Вообще, они одинаковые. Плюс-минус. Ну, да. Может, чуть-чуть 1500. Чуть-чуть шире. Чуть-чуть. Прям вообще краб. Ну, там 1-2 миллиметра. По ширине 9.1. US8.5. 27.2 примерно. И там, и там. 1600. US9. У нас 27.6. И по ширине. О, смотрите, ширина у них меньше. Реально, что ли? 8.9. Ну, да. Чуть-карь поменьше. Ну, как есть, так и говорю. Что у нас по твердости пятки? Твердая, но прогибается. Здесь. Ох, твердая и практически не прогибается. 1700. Ох, тоже самое твердая, не прогибается. Вот на 1700 пятка, она вот здесь вот прям вот так вот. В обхват идет. Здесь более широкая. Здесь тоже более такая широкая. По сгибу. Ну, гнется. Ох, здесь вообще сложновато все. Здесь, ну, здесь легко сгибается. Шнурки тут и тут схожи, а вот здесь они совсем другие. Они более широкие и такие еще чуть более мягенькие, что ли. Давайте посмотрим твердость промежуточной подошвы. Всегда говорю, что оптимально примерно 35 показателей-45-47. В идеале 40-42. Если промежуточная подошва будет слишком мягкая, она не сможет обратно быстро восстанавливать свою форму. И будет куча-куча-куча заломов. Ну, как правило, когда слишком твердая, тоже как бы не то несет. Но здесь больше полтинника. 100 пудов. Ну, наверное, даже больше 55. 57-56. 57-56. Ну, да. 61-59. Еще тверже. Здесь я вообще боюсь замерять. 62,5. То есть, у нас новые, да, рекордсмены. Вот эти две модели. Полторы тысячные, по сравнению с ними, кажется, так сказать, еще, ну, более-менее, да, нормалек. Сделаем замер резины. 68. Нормально. Здесь. 77. Ух, дико износоустойчивая резина. И здесь. Прибор стал прыгать. 72. Ну, в принципе, это вообще стандарт. Здесь такая более мягкая получается, по сравнению с теми. Вот поближе покажу. Шлифованный. Натуральный материал. Шлифованная кожа. Светоотражатели. Сетка сверху, изнутри подклад. То есть, ну, там, просачиваться воздух будет. Выполнено. Очень круто. По периметру, опять же, светоотражатель. Вышит NB. Сделаны, вот я держал две или три версии, вот в такой расцветке. Сделаны все немножко по-разному. Я имею в виду по прошивке. Где-то, вот видите, торчат нитки. Где-то не торчат. Где-то клея больше, где-то клея меньше. На это я вообще не обращаю внимания. Мне это неинтересно. Главное, чтобы без явных диких косяков. Там, знаете, что кусок клея просто вот здесь вот где-то. Нет, такого не было. Ну, где-то получше сделано, где-то похуже. Отправил я пару, которая была получше сделана. То есть, типа, мягкие вставки вот эти, да. Ну, они реально вот эти, не мягкие вставки. А вот эти уже более твердые, каменные. Ну, опять же, здесь более мягкие. Стелька пенная. Под... Ух, вообще не видно ничего. Под стелькой. Вот так вот выполнена. Сама стелька. Вот. Эва с боковой поддержкой. Вот. Выглядит как на стандартной английской бирке. Фигово пропечатано. Рефлектив... То есть, не рефлектив, а ультрафиолетом я просвечу. Вы все три сейчас пары увидите. Даже четыре. Я думаю, все там будет окей. Без проблем. Вот это... Понаслаждайтесь этим мгновением. Так. Ну, цельный протектор. То есть, здесь все как обычно. Все как обычно сделано. Периметр ахилопятка. Шероховатая такая, шершавая синтетика. В принципе, все неплохо. Пятка красится не будет и держится хорошо. То есть, углубление. Все как и должно быть. Здесь. Что могу сказать? Что выделить? Синтетик это, по-моему, даже. Или что это? Да, ребят, поближе посмотрел. Блин, уже зрение подводит. Везде синтетика. Довольно-таки хорошего качества. Сама по себе мягкая. Сделана под кожу. Ну, понятное дело, все крашеное. Текстиль. В виде сетки. Изнутри подклад. Сейчас просачиваться посмотрим, как будет воздух. Ну, я думаю, что-то будет пропускать. Опять же, есть светоотражатели. Сбоку, сзади. Это очень хорошо. Пластиковая вставка. Усиление петелек, да, под шнурки. Вышито. NB 1600. Сделана модель в Вьетнаме. 22-й год. Вот, кстати, как евробирка. Вот это из Кореи. Да, там, кстати, евробирки. Почему они к Азии не относятся? Ну, не знаю. Как сделано, так сделано. Я здесь эту тему как бы не обсуждаю. В остальном твердая промежуточная подошва каменная. Где-то там внутри обзор. Здесь, опять же, мягенькая вставка. Цельный протектор. Все очень круто. Думаю, сами все видите. Периметр архива. Пятка. Вот этот текстиль прикольный. Пятка сама не плотная. Стелька, смотрите. Orpholite пенная. Комфортная. Под стелькой. Вот так вот все сделано. Ну, что, неплохо. Добрались до самого главного. Такого хотел показать, продавить. Да, но нифига не продавливается. То же самое. Все из полиуретана сделано. Здесь обзор, прослойка. Кстати, видите, уже все как бы запылилось. Ну, или пожелтело даже местами. Вот здесь такая пипка, да, мягенькая. Год сразу же покажу. По-моему, это 2016. Сделано в Америке. Видите, 1604, да? Это 16-й же год. Четвертый месяц, по-моему. Вот так вот. USA. Вот. Воздух здесь будет просачиваться. Лучше. Поэтому я выделил как модель на лето. Модель Made in USA. Вышито вам все. В принципе, прикольно сделано. Необычно, нестандартно. Опять же, светоотражатель. В цвет идет. Периметр архива пятка. Тоже тоненькая пятка. Но, опять же, вот этот приятный на ощупь текстиль. Здесь вот так вот уже. Обзор по-моему, все выделяется. Цельный протектор. Все круто, долгоиграюще. Пенная стелька. Мягкая, в принципе, комфортная, с боковой поддержкой. Под стелькой, кстати, посмотрите, как необычно сделано. Такой текстиль. Прикольно. Прикольно. И вот, если возьмем теперь версию вьетнамскую, да. Сразу 270 миллиметров. Азиатская бирка. Для Азии идет абсолютно такая же твердость. Я думал, они будут мягкие. Я надеялся, что они будут мягкие или мягче. Ну, и здесь в остальном так же сделано. Единственное, то, что здесь сетка другая и наполнение изнутри другое. Оно более плотное, по-моему, даже на холодное лето сто пудов. Здесь вот так вот все выполнено. И здесь кожа с покрытием. Ну, понятное дело, кожа хромового дубления. Вот где как-никак это 100% видно, да. Серый срез и белое покрытие. Кожа такая не бывает цветом. Это покрытие в виде краски. То есть, в остальном все то же самое сделано, как и там. Давайте посмотрим. Да, стелька такая же. И внутри подклад немножко по-другому сделан. В остальном все один в один, как и там. Но только это летняя версия, а это уже не летняя версия. Ну, ребятки, вот так вот, как получилось, так получилось. Что ожидал от моделей, то, в принципе, и получил. Единственное, я все-таки надеялся, что 1700-е будут какие-то более, может быть, воздушные, комфортные. Но, как есть, так и показал. Зато вы теперь знаете, и я тоже знаю. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok